Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. На моем столе вы видите интересную коробку. Что же это такое, вы спросите меня. А это оверлок. Это оверлок Ягуар А399. И в сегодняшнем видео мы с вами не только распакуем оверлок, посмотрим, что там идет внутри вместе с ним, протестируем его и, конечно, сошьем первое осеннее изделие. Это видео обязательно к просмотру тем, кто хочет приобрести себе оверлок, потому что этот оверлок, у него приятная цена. И забегая вперед, я точно знаю, что он очень мощный. И сегодня мы это проверим. В конце будет приятный бонус. Давайте скорее приступать смотреть, что же в этой коробочке такого интересного. Оверлок надежно упакован. И после того, как мы его достаем, он выглядит вот таким вот образом. Сейчас мы посмотрим на комплектацию оверлока. И, в принципе, как он выглядит, посмотрим поближе. Это фирма Ягуар. Я, кстати, впервые имею дело в швейной технике Ягуар, поэтому мне очень интересно. Я уже слышу отличные присоски, которые практически... Ох, не отодрать от стола. Это очень хорошо, значит, оверлок не будет ездить по столу во время работы, не будет шататься. Вот так он выглядит поближе. Белый лаконичный дизайн. Мы сразу также видим, что у нас каждая нить отмечена своим цветом, что удобно для заправки нити. Конечно же, нитинаправитель поднимается. Нитки в оверлоке уже заправлены. Это, конечно, очень удобно всегда. Проверена строчка. Здесь такой столик. Это, кстати, столик для обрезков. То есть он вот так снимается. Хранятся здесь обрезки. Вы их просто выбрасываете и устанавливаете обратно столик. Отодвигаем корпус. И здесь мы видим, собственно, заправку нитей. Очень удобно, когда на крышке, на панели показана заправка нити, которую чаще всего мы используем. Машинка, в принципе, заправленная. Нам ничего не остается, как просто обрезать эти нити, поставить свои нити необходимого цвета и начать шить, пробовать. Но мы с вами еще немножко посмотрим на интерфейс машинки. Подъем лапки. Кстати, лапка поднимается справа, что очень удобно. Я, например, считаю, что большой минус, когда делают подъем лапки слева. Я до сих пор не могу привыкнуть. Маховое колесо. Ференциал подачи ткани. И, собственно, ширина стежка. Но, в принципе, все как в стандартном оверлоке. Посмотрите, какие мощные присоски. Я вам специально подняла показать. Хотя оверлок не суперлегкий. У него металлическая станина. И вот такие присоски просто огненные. Потом не отдерешь. Это четырехниточный оверлок. То есть он может как обметывать, так и стачивать трикотажные полотна. Так как кроме обметки прокладывает еще и внутреннюю строчку, закрепляющую детали. В итоге четырехниточный шов выглядит вот так. То есть здесь полностью обметанный срез. И внутри проложена фиксирующая строчка. Вот мы ее видим. Оверлок также можно использовать на три нитки. Тогда будет только обметка. И также можно использовать на две нитки в качестве ролевого шва. Например, делать различную отделку. Я покажу такой вариант обработки на трикотажном платье в другом видео. Так сделать такой модный эффект с помощью тонкого ролевого шва. Кроме мусороприемника, мусоросборника, в комплекте также, конечно же, идет педаль, чехол, мягкий чехол для верлока, чтобы не пылился. Инструкция по эксплуатации. Кстати, радует, что она не сильно толстая. В конце здесь есть прям очень хорошие инструкции по использованию различных строчек, как что настроить, для каких задач необходима строчка. Вот такая тоже табличка очень классная. Как настроить дифференциал подачи ткани при различных видах ткани, либо при различных способах обработки. Например, чтобы присборить или, например, чтобы перерастянуть. Вот как раз про такой эффект я вам и говорила. Конечно же, гарантийный талон. Гарантия у машинки год. И больше в коробке вы ничего не найдете. Но если вы думаете, что вас оставили без дополнительной фурнитуры, без дополнительных каких-то мелочей, которые важны в работе, то вы ошибаетесь. Вот здесь есть такой классный, удобный отсек. Это, кстати, первый оверлок, который я держу в руках, который я использую, который имеет встроенный удобный столик для хранения необходимой фурнитуры. Давайте поближе посмотрим, что же там положили. Пинцет. Пинцет это очень удобная штука для заправки нити в оверлок. Без него я не представляю вообще заправку нити. Так удобно его можно положить. Здесь мы видим отверточку. Кисточку для уборки. То есть пыль можно стряхнуть внутри оверлока. Запасные иголки орган. Еще одно классное дополнение это запасной нож. Отвертка. Отвертка для дел, который поменьше. Четыре катушечных диска. Также направляющая. И двухниточный конвектор. Я очень люблю, когда швейное пространство оптимизировано. Поэтому вот такой столик, встроенный внутрь машинки, для меня прям большая находка и преимущество. И вы меня знаете, конечно же, мы не можем просто закончить на этом обзор. Мы будем пробовать все на реальном, действительном изделии. Более того, мы будем тестировать этот оверлок на полную мощность. Поскольку шить мы будем пальтовый трикотаж. Стачивать я буду все на этой машинке. Единственное, что я буду стачивать не на машинке, это воротник. Нам нужно, чтобы ничего не обрезалось. Поэтому будем стачивать на простой прямой строчке. Она нам тоже потребуется. Но основные действия будут совершаться на этом оверлоке. Будем пробовать трикотаж вот такой толщины. Он имеет ворс. С изнанки вот такая вот вязка. И с лица ворсовая нитка. И как всегда, пробежимся по деталям кроя. Из основного трикотажа нам потребуется выкроить две детали мешковины кармана. Две детали подборта. А также две детали пояса. Две детали полочки. Одну деталь спинки, выкроенную сгиб. И, конечно же, два рукава. Особенность моего трикотажа в том, что он имеет ворс. И ворс этот направленный. Поэтому все детали я кроила в одном направлении. И поэтому у меня ушло ровно все, сколько у меня было. Метр девяносто четыре у меня было трикотажа после декотировки. И он у меня шерстяной. И у меня немножко сел на 6 сантиметров. Метр девяносто четыре в длину. И метр пятьдесят в ширину. И у меня все четко влезло. Даже немножко пришлось колдовать. Также нам потребуются мешковины из подкладочной ткани. И я использовала подкладочную жаккардовую вискозу. Очень хороший, классный материал, приятный. Нам нужно две штучки. Быструю заправку оверлока нужными нитками показала вам Врилс. Давайте совершим первое включение оверлока. Та-да-дан! Загорается LED-подсветка. Она достаточно ярко освещает пространство для работы. Давайте соберем детали. Начнем собирать. В первую очередь нужно соединить деталь воротника. Она цельнокроенная вместе с полочкой. И ее как раз таки нужно будет соединить прямой строчкой. Вот так соединяем. Ширина шва один сантиметр. И разутюживаем шов в разные стороны. Теперь берем спинку. Кладем горловину вверху. Кладем сверху деталь полочки. Так, чтобы уравнять можно было плечевые срезы. И когда сметаны оба плечевых шва, хорошо видно, куда у нас пойдет воротник. Воротник должны притачать лицо с лицом с горловиной спинки. Вот этот уголочек раскладываем. И до него будем стачивать на один сантиметр. Тоже пока что используем машину прямая строчка. Вот только это соединяем. После стачивания делаем надсечки. А плечевые швы нужно теперь стачать на верлоке. Прежде чем вы их будете стачивать, рекомендую проверить строчку ненужном отрезке ткани, который вы будете шить. Я заранее знаю, что у меня плотный трикотаж. И я хочу увеличить заранее дифференциал и посмотреть, что из этого получится. У меня получилась отличная строчка. Дифференциал я поставила два. Строчка, видите, не присборивается, не перерастягивается. Отлично выглядит на плотном трикотаже. И, как мы уже поняли, трикотаж взялся. Сначала вот таким образом. Но ничего страшного. В общем, мы видим, что, скорее всего, все будет при пошиве хорошо. Давайте же проверим на реальном изделии. Стачаем плечевые швы. Строчку будем прокладывать по полочке. Теперь раскладываем таким вот образом. Заутюживаем все вниз. А шов горловины я в разные стороны заутюживаю. Ну, в смысле, разутюживаю. А плечевой на сторону спинки. Как же пахнет шерстью. Мне, в принципе, нравится запах, когда я утюжу шерсть. Но что-то прямо сейчас сильно першит в горле. И с лица я тоже немножечко еще приутюжу. Хотя такой трикотаж, как бы, видите, что все получается и так идеально. Если что-то тут у вас может быть неровно, этот трикотаж скроет какие-то косяки. Потому что здесь и ворс, в принципе, он такой вот мягенький. Мне кажется, вы даже строчки не видите. Но она здесь есть. И теперь будем вкладывать рукав в открытую пройму. Рукав очень свободный, рубашечного кроя. Поэтому не перепутайте, пожалуйста. Во-первых, не перепутайте левый рукав с правым рукавом. Во-вторых, не перепутайте низ рукава с окатом рукава. Несли разметку, рассечки. Я обозначила булавками. Поскольку у меня очень рыхлая такая ткань. И делать рассечки я не буду, потому что они просто исчезнут. Скалываю. Притачиваем рукав по окату. Не забываем высовывать булавки. Иначе вы можете повредить нож верлака. И утюжим рукавчик. Сначала я его с изнаночной стороны заутюживаю на изделие. Затем переворачиваю на лицо. И с лицевой стороны тоже утюжу. Этот шов. Обработаем карман. На полочку накладываем карман. Лицо с лицом уравниваем. Строчку буду прокладывать по изделию. Поэтому по изделию буду скалывать. Лишняя часть. Потом срежем. На одной полочке. И на второй тоже полочке. На спинке на лекалах есть отметка входа в карман. Перенесите ее. И к этим отметкам прикладываем карман. Тоже лицо с лицом соединяем. Здесь самое главное. Нужно подобраться. Особенно на спинке. Нужно прям подлезть. И не обрезать этот припуск. Мы иголку поднимаем в самое верхнее положение. Протискиваемся на поднятые лапки. Затем лапку опускаем. Начинаем движение. Обязательно следим за булавками. Вытаскиваем их вовремя. С деталями, где есть подкладка, полегче. Здесь можно не бояться срезать припуск. Потому что он здесь в принципе есть. Теперь утюжу припуски. Я их заутюживаю на сторону кармана. Дифференциалом 1 я также обметаю низ рукава. Обметали низ рукава. И теперь соберем изделие по боковому и локтевому срезам. Будем раскладывать вот эти припуски. А дальше пойдем по локтевому срезу. Кстати, стачивать будем по спинке. Поэтому необходимо прокладывать булавки именно по деталям спинки. В боковом шве не забываем, что у нас есть карман. И мы как раз с этим карманом должны будем проложить строчку. Соединяем. Прокладываем соединительную строчку. Напоминаю, что по спинке. И, конечно, сейчас мы проверим оверлок на всю его мощность. Поскольку у нас тут будут швы. Нам тут надо будет срезать местами, где подкладка мешковины кармана. Немного будем срезать там. И давайте поехали. Использую колодку и заутюжу припуск на сторону спинки. Заутюженную карман сразу с лица закреплю. У нас здесь будет такая строчка. Либо можно будет проложить, либо потайными стежками. И рукав тоже заутюживаю в ту же сторону. Закреплю карман вручную. У меня такой трикотаж, что его не видно в ворсе нитку. Поэтому буду закреплять вручную. Закрепляю, направляя карман в сторону переда. Подборд нужно собрать тоже по средней вот этой вот части. И тоже прямой строчкой на машинке. И разутюжить шов. И после того, как соединили подборд, нужно обметать вот этот вот срез с лица. Обметать и приутюжить. Также изделие нужно обметать и по низу. Я, кстати, не забыла поменять дифференциал. И она немножко присборилась. Поэтому нужно сейчас ее приутюжить. Чтобы обратно собрать. Прикладываем под борт. Лицо с лицом с бортом. Совмещаю по всему борту. Кстати, если вы заметили, то мы не дублировали в этом изделии никакие детали и никакие строчки. Изделие остается мягкое. Соединяем с двух сторон и прокладываем строчку один сантиметр. Тоже на машине прямая строчка. Необходимо теперь этот шов подборта разутюжить в разные стороны, чтобы примять его. А затем вот так вот отвернуть и заутюжить наизнанку с небольшим перекантом в сторону изделия. Заутюживаю также и низ. Пока просто заутюживаю подгибку, чтобы ее было видно. Подворачиваю вот так по линии сгиба, по линии приутюживания поворачиваю борт с таким перекантом. Сохраняю перекант. И прикалываю под борт по низу. Прокладываю строчку здесь один сантиметр с одной стороны и с другой. Высекаем здесь угол, утолщение убираем. Выправляем уголок. И смотрите, нам теперь нужно подшить все ручными стежками. И подборт закрепить ручными стежками. И низ изделия закрепить ручными стежками. Таким козльком, потайными стежками ручными. Сейчас покажу, как закрепим карман. Нам нужно все распрямить. Так карман расслабленный повесить. И отрезать необходимую ленту. У меня репсовая лента. Можно киперную ленту. Что-то такое не тянущееся. И обрезать ее, протянув к борту. И закрепить. Вот здесь и здесь. На машинке закреплю строчкой. Чтобы карман у нас никуда вниз не падал. Чтобы он был закреплен. После того, как подошьете все. У нас остается только обработка пояса. Мы его должны обметать с короткой стороны. И полностью по длинной стороне. Не только обметать, а стачать на верлоке четырехниточном. Все, как мы делали с основными деталями. Вот точно так же. Только здесь мы оставляем, в серединке оставим отверстие. И через которое будем сейчас выворачивать пояс. Вот видите, я оставила здесь отверстие. Сначала приутюжу. Затем выворачиваю. Отверстие необходимо зашить тоже потайными стежками. И в общем-то все нам нужно сейчас сделать потайными стежками. Здесь зашить, подшить низ, подшить борт. Подшить низ рукава. И будет все готово. Хочу поближе показать вам качество строчки верлока. На сложных участках. И еще скоро выйдет видео про вот эту рубашку из твида. Тоже посмотрите, какой красивый шов. Шов прям сливается с изделием. Очень красивая строчка. Что обязательно нужно сделать после того, как вы закончили работать на верлоке? В первую очередь освобождаем от обрезков мусоросборник. Его можно промыть и просушить. Особенно если шили ворсовую ткань, например, как я. Затем из комплекта беру кисточку. Прохожу с кисточкой по верлоку. Крышку открываю. И тут тоже все-все так вот подметаю. Это такая, знаете, каждодневная рутина. После какого-то изделия я обычно так делаю. А, например, раз в две недели, может быть, там по загруженности, по состоянию смотрите, я беру пылесос и пылесосом все пылесошу внутри всю пылинки, все пылинки, все ворсинки. Особенно, повторюсь, если шьете ворсовые ткани или футер с начесом. Ну и в принципе. Хорошая привычка. Обратно все ставим. И все. Оверлок чистый, готов к следующему использованию. Итак, что я хочу сказать по поводу оверлока после того, как мы с вами закончили достаточно сложное изделие, перед тем, как я вам его покажу, хочу поделиться своими впечатлениями после шитья на нем. Во-первых, мне понравилось, что он не шумный. Ну, вы это сами могли наблюдать на видео. Очень часто бывает такое, что оверлок прям очень гром. Плюс он очень крепко крепится к столу. То есть присоски у него прям очень мощные. И он не создает эффект тряски стола, от чего тоже звук достаточно такой, более тихий. Также мне очень понравилось, я считаю, что это очень удобно, вот этот выдвигающийся контейнер, столик, которым прячутся все необходимые аксессуары. Мне показалось, это очень удобно. Мне нужно ничего куда складывать, искать потом и так далее. Также в оверлоке есть возможность съема части для рукавного обметывания. Ну, какое-то трубчатое изделие, рукав, брючину можно обметать спокойно в круг. Это удобно. Мусоросборники здесь, мне кажется, очень эргономично, красиво сделаны. Как будто продолжение столика, в общем, все туда падает и не разлетается. Тоже мне очень понравилось. Хочется еще отметить, что здесь немножечко необычный другой нож. Я такого ножа еще нигде не видела. Он располагается сверху. И чтобы его убрать, необходимо нажать на него и поднять. Вот так. Тогда закрываем и шьем без ножа. То есть не нужно никуда залезать, ни туда, ни сюда. Нужно просто нож вот так вот поднять. И чтобы опустить, тоже нажимаем на нож и опускаем. Нож готов к работе. Это, в принципе, тоже достаточно удобно. Почему нож вымещен сюда, я не знаю. Но это очень интересный факт. Я только впервые вижу, что вот такая вот какая-то... Я сначала думала, что это такое. Оказалось, это вот штука, которая держит нож. И, в общем-то, он находится сверху. Оверлок Jaguar A399 имеет двухниточные, трехниточные, четырехниточные швы. И в совокупности 13 типов швов. Есть возможность регулировки давления лапки. Можно регулировать и длину стежка. Также мы с вами уже пробовали дифференциальную подачу ткани. И на примере изделия, которое я вам показала сегодня в пошиве, мы убедились, что этот оверлок берет достаточно плотные, я бы даже сказала, толстые, пальтовые, трикотажные ткани. А значит, в любом случае справится с футером, футером трехниткой, трехниткой с начесом. Значит, оверлок мощный. Самое главное, у него не сложная заправка. У него большой функционал в виде ролевой строчки, в виде обмёточной строчки, в виде каких-то декоративных строчек и обмётывающих, стачивающих строчек трикотажных, то есть четырехниточных швов. И можно сделать вывод, что это классный инструмент для работы, не только для новичков, а в принципе на постоянной основе. Оверлок будет отлично работать и помогать вам в ваших задумках, в ваших изделиях. Ссылку на оверлок я оставлю в описании. И также там будет в описании мой промокод, который действует в магазине 7Shop на всю швейную технику. Кроме распродажи, на всё 10%. Ну а мы с вами пойдём смотреть готовые изделия. Мне очень понравилось это изделие. Я считаю, что трикотаж, который ждал своего часа, ждал его не зря. Как только я увидела, что совпала вот эта выкрик от Грассер, моя задумка сразу воплотилась именно из этого трикотажа. И у меня даже казалось, что именно столько трикотажей оказалось под это изделие. Здесь вы видите меня очень счастливой, потому что я наконец-то вступаю в осень с новым изделием. На улице ещё жарко, а я уже готова к новому сезону. Я очень рада, что всё так срослось. Это изделие шьётся достаточно быстро, просто. И оно выглядит очень эффектно, если выбрать какую-то интересную такую вот ткань. Ну, точнее, не ткань, а трикотаж. Мне кажется, даже какая-нибудь альпака там с ворсом сюда тоже отлично подойдёт. Изделие получается максимально удобным в носке и на повседневную жизнь. И, как видите, можно дополнять какие-то вечерние образы тоже как вариант. Но я планирую ходить каждый день осенью. Мне кажется, из-за того, что в составе шерсть, это изделие до плюс 15, я думаю, точно подойдёт. Ну, особенно если на машине. Друзья, спасибо, что были со мной и посмотрели это видео до конца. Пишите в комментариях ваши впечатления об изделии, о машине. Мы увидимся с вами очень скоро в новых видео. Не забывайте подписываться, а также ставить пальчики вверх, если вам нравятся мои видео. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok